ИГХТУ больше не будет выпускать культурологов и экономистов. Такое решение принял Рособранадзор после аккредитации. Это означает, что студенты не получат диплом государственного образца. Всего же вузу придется отказаться от четырех направлений подготовки, в их числе экономика, языкознания, культурологии и религиоведения. Сейчас принято, видимо, политическое решение, которое исходит, возможно, от правительства, и Рособранадзор эту задачу реализует. Состоит она в том, чтобы закрыть или не аккредитовать все непрофильные направления образования в технических университетах. К счастью, выпускники этого года дипломы получили. Остальным предлагают перевестись на смежные специальности или перейти в другой вуз. Тем, кто в свое время поступил на бюджетное место, гарантируют сохранить бесплатное образование. Тем не менее, сложившаяся ситуация не из приятных. Весь гуманитарный профиль больше не будет выпускать специалистов. Сначала это, конечно, было насторожено, но после того, как мы объяснили, что такое новые профили, какие дисциплины они будут переходить, что у нас есть на этих направлениях бюджетные места, очень позитивно. И сейчас многие ребята даже сейчас написали заявление на то, чтобы перейти на этот новый предлагаемый финансовый профиль. Прием документов на неаккредитованные специальности в вузе прекратили. Тех, кто планировал на них поступить, консультируют и предлагают альтернативу. Нынешние студенты гуманитарии, а их больше сотни, к известиям отнеслись скептически. Впрочем, большинство все же соглашается на вынужденное перепрофилирование. Сейчас возможность появилась перевода на более такие айтишные направления. Ну, то есть так, как это востребовано в будущем, поэтому все-таки решили перевестись. Хотя думали насчет ГОСа, но все-таки здесь более перспективные какие-то варианты и намного лучше. Оставаться в своем универе и, честно, выходить никуда не хотелось совсем. Нам сейчас предлагают варианты для перехода, ну, чтобы остаться в магистратуре, остаться в университете, только на немножко другое направление. В принципе, то же самое, только, ну, перспективы немножко другие. Вот, в принципе, ну, просто нам дает возможность доучиться в этом университете. Отказ от непрофильных направлений подготовки – явление не только Ивановское. Аналогичная ситуация в Казани и некоторых столичных вузах. Поступая на одну специальность, молодые люди получают совсем другой диплом. Почему Рособранадзор позволяет себе менять правила во время игры – открытый вопрос. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.